Подшлось Антарктиду и на ваш штаб-кватеру Организации Объединенных Наций. Для этого не потребен телефон, заполнивают радио-аматоры. На березе Раки Смородина в Бялынцком районе я наладили туристичные взлетные, которые приехали десятки семью. Отпочивались, поборничали и, конечно, выходили в эфир. Обратный счет. 5, 4, 3, 2, 1. Начали! Радио-аматоры повинны выйти на совесть, передать свои позывные и подшуть провитанию отказ. Кто взробит большую колькость сеансов, станет переможцем. Довольно просто, а лет только на первый погляд. У нас идет контест, так называемый. Это соревнование, открытое первенство российской Федерации. Мы в нем принимаем участие. Передаем контрольные номера, как мы их слышим, как разбираем. И плюс контрольные номеры и ту зона. Это чисто технический. А сейчас вот кого слышите? Сейчас вот у нас россиянин. А конкретно? На связи Пермь. На Вататюль с туристичной базы при отповедных умовах на дворе сигнал может пройти по освету некольки тысяч километров. С большим интересом было повесить антенны, выйти в эфир, услышать Красноярск, Польшу. Ну и со всем миром провести связь. Это было очень интересно, захватывающе. Большаясть рады и аматеры у Беларуси затекавилися гэтой справы еще с советских часов. Кажуть, гэта захаплёння на все житё. А туристичный взлёт дае махчимость сустреца паза эфиром и за пазы уными, обачить реальных людей. Кристина Каранкевич, Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Новина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова